Здравствуйте, господа казаки! Здравия желаю! Казаки готовы! Вольно! Вот так ежедневно, согласно графикам, казаки выходят на службу во всех районах города. Помимо охраны общественного порядка на улицах курорта, эти бравые служивые следят за спокойствием на государственной границе, принимают участие в пресечении провоза на территорию страны наркотических средств, нелегального оружия и других запрещенных товаров, а также следят за охраной объектов исторического наследия и участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения и общественного порядка в период проведения разных событийных мероприятий. Подробно о деятельности представителей казачества и весомом вкладе дружинников в жизнь города Анатолий Пахомову доложил заместитель по взаимодействию с правоохранительными органами Константин Чеботарь. Глава города, в свою очередь, отметил, что хорошая служба должна поощряться. Меры поощрения, что казакам, что членам ДНД отработали, как мы будем все-таки стимулировать и мотивировать наших горожан на участие в общественном порядке. У нас, Анатолий Николаевич, значительное количество казаков только за прошедший период времени поощрены вашими грамотами главы города Сочи за активное участие, благодарственными письмами главы города Сочи. И накануне Дня казачества мы подготовили список казаков, которые будут у нас. Я вам передаю еще несколько удостоверений к нашим медалям, к знаку почета за трудовые успехи на благо города Сочи. И вы вручите, пожалуйста, казакам от моего имени еще эти награды. И считаю, что они заслужили. И это будет стимулировать и других наших дружинников более добросовестному внесению службы по охране общественного порядка. С 2013 года в День Святой Покровительницы Богородицы казаки отмечают свой главный праздник – День Кубанского казачьего войска. В этом году все сочинские казаки прошли парадом в Туапсе. В честь праздника шесть представителей районных казачьих обществ Сочи были награждены знаком почета за трудовые успехи на благо города. Еще 17 человек получили памятные подарки. Но для представителей казачества важны не столько награды, сколько результат. И не только в плане сохранения спокойствия жителей Краснодарского края, но и исторических ценностей региона. Именно поэтому атаманы – частые гости в сочинской школе номер 10. Здесь воспитывают юных казачат, причем с порога. Во дворе вечевой колокол, рядом бюст Екатерины II, которая и направила казаков на Кубань. Именно со звона колокола и начинается каждая линейка и встреча гостей. На первом этаже – музей казачества. Сюда не так давно атаманы передали войсковую икону. Ребята не просто изучают культуру родного края, но и вот уж точно со школьной скамьи впитывают главные патриотические ценности – жить с верой в сердце и с гордостью за свое Отечество.